Hi there, it's English with Peter. Привет, друзья! Приветствую вас на очередном КРТШ. Сегодня мы с вами на примере из фильма Focus с Уиллом Смитом и... Damn it, я забыл, как её зовут. А, Робби Марго, друзья. Я сейчас не буду залазить в интернет, но вы посмотрите. Робби Марго... Нет, я всё-таки залезу в интернет. Сегодня на примере из фильма Focus. Если вы не видели до сих пор этот фильм, крайне рекомендую. Крайне закрученный сюжет, отличный игра актёров, потрясающий фильм. Так вот, сегодня на примере Уилла Смита и Марго Робби мы сегодня узнаем с вами фразу At the end of the day. Причём вы узнаете, что эта фраза переводится не только в конце дня. Как-то мы с вами, друзья, эту фразу уже разбирали в Инстаграме. На Ютьюбе, по-моему, я это видео не публиковал, а, может, и публиковал. Но если публиковал, то сейчас на экране вы увидите обложку с этой фразой и сможете найти. Так вот, at the end of the day переводится как в конечном итоге, в конце концов, всё сводится к. То есть в итоге, в итоге, в конце концов, это at the end of the day. Помимо прочего, друзья, Уилл Смит, он афроамериканец, и у него произношение очень специфичное. Но я обожаю произношение, поэтому, друзья, кроме всего прочего, мы сегодня с вами потренируем также и произношение. Урок будет очень насыщенным с точки зрения произношения. И я думаю, что вы узнаете парочку таких фишечек, как на самом деле стоит слышать актёров, и как на самом деле стоит произносить, если вы хотите иметь отличное произношение. Поехали, смотрим отрывок первый раз. Смотрим второй раз. А теперь, друзья, с чувством, толком и расстановочкой мы читаем и произносим вслух. Поехали! Обратите, друзья, внимание, это не фокус, это фокус. И вы услышите, и вы уже услышали, как Уилл Смит сказал фокус. Послушайте ещё разок. Итак, фокус, запомнили, фокус. Произносим, попробуйте. Фокус. Фоу. Ладенец. Фоу. Фоу. Фокус. Фокус. Сейчас вы видите мою транскрипцию. Фокус. А мы произносим и читаем ещё разок вслух. Где бы вы ни находились, возможно, кто-то из вас едет в машине и слушает мои видео как подкасты. Отличная, кстати, идея. В машине, где бы, если вы один находитесь, к тому же в пробке, это идеальный вариант для практики, друзья. Отличная идея вам подкинул. Поехали, читаем второй раз. Переводим. Уилл Смит говорит, ладно, говорит, я покажу, давай по-быстрому всё это сделаем, потому что на улице реально холодно. И я покажу тебе несколько приёмов. Ну, а в конце концов, всё равно всё это сводится к игре фокусировки, к игре на фокусировку, к тому, на чём направлен ваше внимание, ваш фокус. Итак, друзья, за что бы я хотел сегодня зацепить ваше внимание, обратить ваше внимание с точки зрения произношения? Ну, всё началось с того, как Уилл Смит сказал слово «alright». Послушайте. Он фактически сказал «alright». Вот следите за моей русской бешеной транскрипцией. Либо «alright», либо «alright». То есть никакого «l», никакого «r» там не было. Имейте в виду, друзья, что вот так вот может звучать слово «alright». Слушаем ещё разок. Потом классическая фраза «гана». Причём, обратите внимание, «гана» ещё разок, это сокращение от «going to». Собираться что-то сделать. В разговорном английском языке «гана» это фактически стопроцентный ковалент «will». «Will» очень редко используется в разговорной речи «гана». Причём будьте аккуратны, что помимо «гана» вы должны использовать глагол «to be». В нашем случае «we are gonna». «We're gonna make this quick». Но в разговорной речи вот это «are» оно сжёвывается. И как вы сегодня убедились, послушаем ещё разок, как сказал Уилл Смит. «We're gonna make this quick». Он сказал «we're gonna make this quick». «Следите за моей транскрипцией». «We're gonna make this quick». «We're gonna make this quick». А теперь ускоряем. «We're gonna make this quick». «We're gonna make this quick». «We're gonna make this quick». «We gotta make this quick». «We're gonna make this quick». Послушайте Уилл Смита. «We're gonna make this quick». Ну, потом он сказал «cause it's really cold». «Cause it's really cold». Для тех из вас, кто не знал «коз» — это сокращение от слова «because». «Cause it's really cold». «Cause it's really cold». Очень часто в разговорной речи фактически постоянно никто не говорит «because». И послушайте, как в конце Уилл Смитт сказал слово «cold». Он букву «D» не произнес. Он сказал «cause it's really cold». Послушайте. «Cause it's really cold». «Cause it's really cold». «Cause it's really cold». «Cold». «Cold». Наверняка многие из вас, и вы уже спрашиваете в комментариях, многие из вас спросят и скажут «Да какого же дьявола? Да какого же черта? Почему эта буква пишется, но она не произносится?» Ну вот так вот. Вот так они говорят, друзья. Именно поэтому я здесь, я вместе с вами, чтобы научить вас и чтобы показать вам, как по-настоящему все это произносится, чтобы вы могли получать колоссальнейшее удовольствие от просмотров фильмов в оригинале. То, что я испытываю сейчас. Это на самом деле одна из миссий моего творчества, моего канала на YouTube и Instagram. Это именно помочь вам начать смотреть видео в оригинале. Очень хорошо в этом шарить. Поехали дальше. Следующее. Отличное. Сегодня очень много очень тонких и маленьких элементов произношения, но их очень много. Я думаю, что они очень крутые. Я думаю, что сегодня супер насыщенный урок для вас будет. И для меня. Я прям сегодня тоже горю этим всем. Итак. Уилл Смит сказал. Он должен был сказать. And I'm gonna show you a few touches. Но он сказал. Now I'm gonna show you a few touches. I'm gonna show you. У нас на самом деле уже была подобная фраза, но, друзья, повторение мать учения. И готовьтесь в будущем. У нас очень часто будут встречаться одни и те же фразы и конструкции. И, друзья, в скором времени вы будете говорить как носители. And I'm gonna show you. And I'm gonna show you. Послушайте. Now I'm gonna show you a few touches. And I'm gonna show you. И попробуйте. I'm gonna show you. Следите за моей транскрипцией. And I'm gonna show you. And I'm gonna show you. And I'm gonna show you. And I'm gonna show you a few touches. Попробуйте сначала медленно. And I'm gonna show you. А теперь вместе со мной. And I'm gonna show you. And I'm gonna show you. And I'm gonna show you. И ускоряйте. Помните, как у меня уже однажды я из фильма «Терминал» разбирал эту фразу, где Том Хэнкс говорил «by tweet», «by tweet», «by tweet», по-моему. Я при редактировании попробую найти. And I'm gonna show you. I'm gonna show you. And I'm gonna show you. And I'm gonna show you. And I'm gonna show you a few touches. Я покажу вам парочку примеров. Парочку приемов. Кстати, touch, если вы знаете, это прикасаться. Касаться touch. Touch screen. Но здесь few touches имеется в виду парочку приемов. Парочку таких трюков. I'm gonna show you a few touches. И потом, послушайте, и я просто, просто кайфую. Я вот сейчас вот, вы этого не слышите, но я в наушниках, следя за текстом, я слышу, как Уилл Смит говорит эту фразу. Ах, друзья, прям музыка для моих ушей. Он сказал нашу ключевую фразу. But at the end of the day. But at the end of the day. And then at the day. At the day. То есть, обратите внимание, я постараюсь сейчас цветом выделить. Оф, буква Фэ не читается. Именно поэтому Уилл Смит сказал. But at the end of the day. At the end of the day. End of the day. Попробуйте. End of the day. End of the day. End of the day. But at the end of the day. But at the end of the day. End of the day. End of the day. Он, знаете, еще такую небольшую паузу сделал. Ах, капец, как классно. End of the day. But at the end of the day. End of the day. But at the end of the day. End of the day. End of the day. Знаете, так. End of the day. End of the day. Я даже не знаю, как это в виде транскрипции изобразить, но я что-нибудь придумаю Вот что-то наподобие, послушайте еще разок Ну и в конце он сказал Обратите внимание, еще разок, вначале я про это уже вам говорил Не focus, а focus То есть Уилл Смидт говорит, что Отбросив все лишнее, все сводится к фокусировке, к концентрации вашего внимания But at the end of the day В конце концов это игра фокуса То есть если отмести, это еще один из переводов этой фразы At the end of the day То есть если отсечь все лишнее, это игра фокусировки Обратите внимание, focus это не Я, кстати, про это вам не говорил Focus, в русском языке у нас есть слово focus Те фокусы, которые делают клоуны Будьте аккуратны В английском языке вот эти фокусы Фокусы это trick Or magic trick Or conjuring trick Никогда не говорите фокус клоунский Слово focus Because focus По-английски это фокусировка, концентрация Концентрироваться To focus or a focus Поняли? Обратите внимание, будьте аккуратны Ну что, друзья, сегодня узнали Интересную фразу At the end of the day И как всегда, друзья, я хочу, чтобы в комментариях вы написали пример с использованием этой фразы Крайне важно, друзья, давайте возьмем себе за правило, за привычку Каждый раз, когда я разбираю какую-то фразу Пишите внизу Это же ваше же благо It's for your own sake Кстати, еще одна классная фраза For your own sake Для вашего же блага Практикуйтесь Тренируйтесь Делайте эти 15 минут просмотра этого видео максимально эффективными Итак, вы узнали фразу At the end of the day Ваш пример я жду в комментариях Помимо прочего, мы потренировались с вами в произношении Как звучит Уилл Смит Как он звучит, как он говорит по-английски Вы сегодня услышали, если вы этого ни разу не слышали Ну и, друзья, я желаю вам потрясающего дня Сегодня я выпил банановый смузи У меня отличное настроение, у меня много энергии И я хочу, чтобы у вас было много энергии Сегодня воскресенье Это видео, скорее всего, выйдет, не знаю, часиков в 5-6-7 по Москве Спасибо вам за просмотр, друзья Я безумно признателен вам за то, что вы со мной За то, что вы оставляете ваши комментарии И ваша активность Ваше мнение Ваша точка зрения Ваши отличные комментарии Это то, что двигает меня Даже не количество просмотров, друзья Нас пока не так много Будет намного, разумеется, будет намного больше Но даже пока нас не так много Пару сотен просмотров на каждое видео Но вот эта ваша активность Ваша любознательность И ваше действие И взаимодействие в комментариях Это то, что меня двигает Спасибо, друзья Желаем хорошего дня Произносим вслух Stay tuned, guys See you later Alright We're gonna make this quick Cause it's really cold And I'm gonna show you a few touches But at the end of the day This is a game of focus Alright, we're gonna make this quick Cause it's really cold Now I'm gonna show you a few touches But at the end of the day This is a game of focus Alright, we're gonna make this quick Cause it's really cold Now I'm gonna show you a few touches But at the end of the day This is a game of focus And I'm gonna show you a few touches